привет всем любителям вкусно покушать сегодня мы с вами будем знаете что делать конечно уже знаете по превьюшки и по названию мы будем вот эти четыре селёдины засаливать в пряном водяном водном растворе в общем состоящим преимущественно из воды вот такие вот 4 примерно одинаковые по размеру селёдины у нас сегодня имеется я буду их засаливать вот прям вот в этом лотке поэтому я их уже уложил сюда вы можете как вариант взять трехлитровую банку туда примерно 4 селёдины вот таких вот помещается у меня просто банки свободны нету поэтому будем использовать вот такой лоток на плите у меня уже разогревается вода я знаете как ее отмерил я просто залил водой селёдку и тем самым определил сколько мне нужно жидкости для того чтобы она у нас полностью была покрыта перемещаемся к воде и собираем в воде специи вода как вы видите по рыбьим глазиком практически у нас закипела примерно 92 градуса сейчас добавляем соль граммов смотрите в описании добавляем сахар добавляем зерна кориандра душистый перец а также черный перец горошком ну и добавляем 4 лавровых листика вот так вот перемешиваем и ждем когда закипит после того как наш рассол закипит буквально пару минуточек варим наш рассол хорошо прокипел в течение пары минут выключаем полностью огонь и теперь вот так вот на плите прям оставляем и ждем пока он остынет до комнатной температуры наш рассол остыл он прям еле-еле теплый и теперь им заливаем селедку вот так вот просто берем и заливаем либо в лоточке как у меня либо в банке зерна вот так вот распределяем чтобы они разбежались по всей поверхности но также лавровые листики моем случае селедки чуть-чуть всплыли поэтому я положу на них сверху тарелочку чтобы они утонули в рассоле и вот в таком формате нужно очень хорошо закрыть либо пищевой пленкой ну либо крышкой чтобы туда не поступал особо воздух оставляем на пару часов в теплом месте вот так вот на кухонном столе а потом убираем в холодильник примерно на трое суток дальше вы можете попробовать и если вам будет мало соли в рыбе то оставьте еще примерно на сутки если будет достаточно то можно смело кушать селедку как вы могли заметить я не потрошил рыбу прям в целиком виде и отправил на засолку а вы напишите в комментариях как вы делаете потрошите или не потрошить и вот какая разница по вашему мнению и всем снова здравствуйте у нас прошло три с половиной дня берем первую рыбку сразу прям первым делом не мешкая отрезаем голову вскрываем брюшко и зачищаем сразу можно хвост отрезать убираем при помощи бумажного полотенца всю влагу середине также внутри все промакиваем вот так и теперь вот таким вот образом подцепляем хребет и у так вот вытаскиваем косточки так по хребту пальцами идем здесь прорезаем разворачиваем и вот так вот достаем хребет с косточками удаляем половники теперь вот эти вот косточки вот так вот пинцетикам вытаскиваем вот так пальцем их нащупываем и вытаскиваем в интернете обычно рассказывают там про способы как почистить за 10 секунд за 10 секунд если вы хотите потом с косточками покушать селедку если хотите без косточек то берете пинцетик и вот так вот минут за пять максимум все вытаскивать теперь разделяем на две половинки так вот аккуратненько подцепляем кожу и уже вот так вот стягиваем аккуратно с нашей филешки кожу ну собственно говоря у нас получилось вот две таких филешки которые мы теперь берем так вот под наклончиком аккуратненько нарезаем у меня вот такой вот дарницкий хлеб есть свежий на ржаной закваски его только что сам испек если попросите в комментариях покажу вам рецепт вот такой бутер давайте соберем добавим вот так вот лучка и конечно же снимем пробу запах прям очень аппетитный какая она прям нежная с хлебом то с этим вообще просто шикардос прямо спасали по мне то что нужно больше можно особо не держать можно прям с отварной картошечкой всю прям час и здесь да вот вот такой вот простой очень доступный способ засолить нашу любимую всеми селедку кому понравилось пишите в комментариях ставьте лайки но я на сегодня с вами прощаюсь до скорых вам встреч пока пока